Теперь уже не школа, а образовательный центр Горки. 2023 год. Новая страница в истории, пожалуй, самого известного учебного учреждения округа. Правительство Российской Федерации передало его в собственность муниципалитета. И чтобы определиться с дальнейшим фронтом работ, на место выехал временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров. Здесь важно сохранить все культурное наследие и дать возможность жителям посещать эти культурные места и также учиться в новом современной школе. Потому что сейчас, на сегодняшний день, есть потребность в дополнительных образовательных местах. И, конечно, для нас важно, чтобы это была не просто школа, обычная школа, а такой настоящий образовательный центр современного мирового уровня. И все возможности для этого есть. На площади 16 гектаров расположены три основных здания – музей, школа-интернат и начальная школа. Именно с ее реставрацией и планируется приступить к работам. Несмотря на то, что здание уже много лет, его можно реконструировать, и после оно будет полностью соответствовать современным учебным стандартам. Кроме того, возможно и увеличение площади. Здание само по себе не такое большое, по площади 3000 квадратных метров. Есть идея, по аналогии с лицеем в Долгопрудном, поставить по краям, как флигели, легковозводимые конструкции. Что касается школы-интерната, то здесь пока вопрос открытый. По расчетам, например, капитальный ремонт и приведение в соответствии с современным строительным нормами и правилам, обойдется дороже, чем строительство новой школы. Потому что вот эти здания, которые были построены в 60-х годах, они сейчас не соответствуют современным требованиям к образовательным учреждениям. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Снеслав Катаров пообещал держать ситуацию на личном контроле. В ближайшее время к обсуждению дальнейшей судьбы образовательного центра Горки планируется привлечь и местных жителей. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Виднет-В.